Иван Кузьмин – Екатерина Кузьмин И не так давно я начал еще отвечать за мобильное Яндекс.Метро. Вообще в целом мобильной разработкой я занимаюсь уже, наверное, лет 8. На самом деле об этом мы сегодня поговорим. Итак, что такое вообще команда? Начнем с базового определения. Команда — это группа людей, которые объединены общими целями и действуют взаимосвязанно. На самом деле в этой формулировке общие цели — это очень важная часть. Мы об этом поговорим чуть позже. Сначала я вам расскажу одну историю. До Яндекса мы занимались мобильной разработкой в качестве, в виде отдельной компании. Компания называлась «Иневойт», и на рынке мы существовали около пяти лет. Занимали места во всяких рейтингах, а потом всей командой пришли в Яндекс. И во время нашей работы однажды одна достаточно крупная компания предложила нам делать проект. Проект должен был стать конкурентом государственному сервису. Для вас не секрет, что государственные сервисы, особенно если речь идет о мобильных приложениях, они, как правило, достаточно некачественные. Об этом знают все. И момент для выхода на рынок хорошего сервиса был выбран на самом деле очень правильно. И была задача запустить этот проект в течение трех месяцев. Мы приехали, большая переговорка, серьезные люди нам начали рассказывать о проекте, о том, что это за проект, какие у него цели, когда его нужно запустить. Ну и как-то слово за слово мы постепенно перешли к вопросам, которые я задавал на самом деле всем клиентам, с которыми мы работали. Задал я примерно следующий вопрос. Ребята, а каким образом будет устроен процесс, работанный дизайном? Потому что нам сразу сказали, что дизайн мы сделаем сами, а от вас нужна разработка. И вот я задал вопрос, каким же образом мы будем взаимодействовать в плане дизайна. Мне сказали дословно следующее о том, что, ребята, вы здесь кодеры, ваше дело это просто запрограммировать. Мы отдадим вам все макеты, включая нарезку, и вы просто сделаете, и все. О проекте мы не договорились, потому что при таком процессе, по моему глубокому убеждению, вряд ли можно сделать что-то хорошее. И если продолжить эту историю, то проект был запущен на полтора года позже намеченного срока, и в итоге ничего хорошего из него, к сожалению, не случилось. О том, как делать так, чтобы такого не случалось, и как делать действительно хорошие проекты, которые будут помогать людям решать какие-то свои проблемы, об этом сегодня постараемся поговорить. Для начала давайте рассмотрим такую совершенно типичную команду, которая делает некое мобильное приложение. Что говорят разработчики о дизайнерах? Разработчики говорят, что макеты постоянно меняются. То, что было вчера, и то, что я уже вчера начал делать, сегодня этот макет уже другой, зачем ты это сделал, говорят дизайнеры. Часто разработчики любят говорить, что этого нет в макетах, мы это делать не будем. Знаете, да, я вижу по вашим глазам, что ситуация уже знакомая, в принципе. Разработчики еще любят спрашивать, почему вообще их не спросили, когда эти макеты рисовали, потому что это сделать невозможно. Вот это сделать невозможно, это вообще излюбленная тоже тема. При всем при этом дизайнеры тоже о разработчиках отзываются не лучшим образом. Дизайнеры постоянно говорят, что разработчики о пользователях не думают, сами там что-то себе пилят, что-то кодят и вообще ни с кем не разговаривают еще. А то, что да посмотрите на эти макеты вообще, ты видел, что я нарисовал, потому что это запрограммировано совершенно не то. Ну и вот сравнив с макетом, да, это тоже классика. А, ну и во всей этой ситуации есть еще менеджеры, которые приходят и говорят, нужно завтра, чего вы тут вообще между собой собачитесь. Ну и в итоге, в принципе, о каждом участнике команды, можно вот примерно так он выглядел. И примерно так вот и происходит работа над проектом. Знаете, в буддизме есть такая техника, когда, каким образом познать, техника познания себя. Техника заключается в том, что сначала ты пытаешься через отрицание всего остального осознать, кто же есть ты. Ну, грубо говоря, ты спрашиваешь, там, не знаю, я стул? Нет, я не стул. Я кенгуру? Нет, я не кенгуру. Ну и так далее. Можно прийти к определенным интересным выводам. Можете попробовать, кстати. Давайте с вами попробуем представить вообще вот самый ужасный процесс работы, вот по аналогии с этим процессом. Чем самый ужасный процесс работы над проектом должен характеризоваться? Что ему свойственно? Даша Мартынюк. Отсутствие согласованности и общей задачи, ну, сформированной какой-то. Так, хорошо, давайте. Что еще? Миша Лисеев. Незнание того, что мы делаем, и постоянно спрашивание. А то ли мы делаем, да, не знаю. Может, другое попробовать. Саша Бизиков. Затягивание сроков. Затягивание сроков – это, наверное, уже следствие, на самом деле, плохого процесса. Даша Мартынюк. Непонимание того, кто что делает, в общем-то, и как это работает. Иван Поколюк – это разные ожидания у исполнителей, у всех. И у заказчиков никто не понимает, что надо делать. Да, круто. Темир Байк. Непонимание ответственности, да, хорошо. Ладно, давайте дальше. Если немножко подрефлексировать то, что вы говорили, и то, что я смог выделить. Многие проблемы, на самом деле, заключаются в коммуникациях, потому что дизайнеры и разработчики вообще между собой не общаются, или общаются очень мало. И такое действительно часто бывает, когда команда дизайнеров и команда разработчиков существует абсолютно обособленно. В идеале еще и в разных городах, и вообще друг друга не видят, и знают друг друга, но только по никнеймам. Дизайнеры в самом ужасном процессе работы витают в облаках и рисуют, в принципе, то, что действительно может быть невозможно запрограммировать, не зная технических ограничений платформ. Разработчики при всем при этом делают интерфейсы АБК, один раз взглянул, как бы, да, что, все понятно, как бы, там, размеры, и сам поставлю, все будет хорошо. При этом сама команда тоже не пользуется продуктом, то есть непонятно, для кого она это делает. И при этом есть еще менеджеры, которые, или там, заказчики, которые диктуют решения, и эти решения принимаются абсолютно на бум, просто потому что так захотелось. Если спуститься еще на уровень ниже, какие проблемы можно выделить в целом? Опять же, вот все, о чем я сегодня буду говорить, это все основано на практическом опыте, потому что мобильной разработкой мы занимаемся давно. Это чисто практические вещи, которые, каждая из которых была какой-то момент нами пройдена. В разных командах, при работе над разными проектами. В целом, дизайнеры и разработчики, конечно, говорят на разных языках. Ни один дизайнер никогда не сможет быть настолько же технически подкованным в программировании, как разработчик, который занимается этим много лет. Отсутствие коммуникации. Я специально на этом внимание заостряю, потому что это реально большая проблема. Люди почему-то просто не хотят разговаривать друг с другом и осознавать проблемы, и думать, и пытаться решать их. Разный уровень экспертизы между участниками, потому что он всегда разный в любой команде, между менеджерами, разработчиками, дизайнерами. Недостаток уважения. Это тоже чистая правда, потому что в таком типичной средненькой команде можно очень часто услышать о том, что дизайнер ничего не понимает, он идиот. То же самое про разработчиков, то же самое про менеджеров. Но вообще, в общем, каждый показывает пальцем на каждого. Ну и то, что я уже говорил, это принятие решений вслепую, когда решения о развитии продукта принимаются не на основе аналитики, не на основе каких-то исследований качественных и количественных, а принимаются просто потому, что так кому-то захотелось. Итак, сегодня мы поговорим, в принципе, обо всех этих проблемах и по раздельным выступлениям на несколько частей. Сначала мы поговорим о проблемах в коммуникации, в первую очередь между дизайнерами и разработчиками, о том, каким образом мы их решаем, и о том, каким образом их вообще можно решать. А во второй части мы поговорим о проблемах в знаниях, тоже из практического опыта, чего, как правило, не хватает в макетах, что дизайнеры забывают рисовать, и что в конечном счете выливается в некоторые сложности, когда продуктом пользуются уже финальные пользователи. В третьей части мы немножко затронем вопрос продуктовой аналитики, потому что тема очень большая, я коснусь ее только совсем поверхностно. Если у вас будут какие-то вопросы, я думаю, мы в конце лекции задавайте, мы их обсудим. И в конце я поделюсь некими полезными ресурсами, которыми мы пользуемся сами, которые, я надеюсь, будут полезны вам. Итак, часть первая. Коммуникации. Здесь самое главное, что хочется вам сказать о том, что дизайнеры, ну вот вы, дизайнеры существующие и будущие, дизайнеры являются полноценным участником процесса разработки. Как бы банально это ни звучало или удивительно для кого-то. Потому что те решения, которые вы закладываете в макетах на этапе прототипирования, даже не доходя еще до макетов, на этапе дизайна, они в конечном счете прорастают в архитектуру приложения, которые делают разработчики, и в код. Здесь можно привести пример. Вы знаете, сейчас, в принципе, уже под любой операционной системой существует некий набор достаточно понятных правил, каким образом интерфейс должен адаптироваться от устройств с меньшей диагональю до устройств с большей диагональю. Так вот, если вы изначально нарисуете совершенно разные версии для телефонов и планшетов, дальше разработчики запрограммируют точно так же в двух разных ветках версию для телефонов и версию для планшетов, и вам потом это все будет свести до единой кодовой базы в самом коде, будет безумно сложно. Поэтому, чем раньше вы начинаете общаться на предмет того, каким образом ваш дизайн будет реализован с разработчиками, тем в конечном счете всем будет лучше. То же самое, верно, и в обратную сторону. Разработчики тоже дизайнеры, и вы тоже должны это понимать и относиться к ним, не знаю, с уважением каким-то. И общаться, они часто приходят с идеями. И сейчас, если перейти к следующему слайду, это экран приложения Яндекс.Карты. И у нас есть возможность свои закладки, которые пользователь сохранил в какой-то список, выводить прямо на карте. Ну, это действительно удобно для того, чтобы ориентироваться, быстрее ориентироваться по карте и находить места, которые ты уже себе куда-то сохранил. И это абсолютно реальная история. Ко мне пришел разработчик и показал макет. Ну, вот это уже было реализовано. Он предложил следующую идею. Он сказал, слушай, а давай, если у нас название списка будет начинаться с эмоджи, то мы будем эту иконку выводить прямо на карте. Это будет удобно. Мы это сделали. Вот, это уже сейчас работает в картах для iOS. Это действительно пример того, каким образом разработчики приносят самые настоящие продуктовые идеи, и эти идеи просто ставят хороший продукт. И вы, как дизайнер, должны с разработчиками на эту тему общаться. Еще одно важное, что здесь хочется добавить, очень важно поставить общие цели. Общие цели для всей команды, потому что, ну, в конечном счете вы собираетесь вместе с разработчиками, с менеджерами для того, чтобы, наверное, сделать что-то хорошее, для того, чтобы кому-то стало от этого хорошо. И очень-очень важно эти общие цели вовремя и лучше всего еще до начала работы над проектом сформулировать. Причем это должны быть цели, которые поставлены в терминах продукта. Не просто сделать что-то хорошее, а договориться до каких-нибудь метрик. Грубо говоря, если вы делаете там магазин некого контента, пускай это будут книги, например, то общая цель для всей команды — это увеличение количества денежного потока, который генерирует это приложение. И эта цель, она должна одинаково на самом деле влиять и на разработчиков, и на дизайнеров, и на менеджеров. Дизайнер, когда рисует макет, он тоже должен понимать, ради чего он это делает. Следующее. При работе над проектом очень правильно, особенно если этот проект большой, создать некое общее хранилище знаний. При этом совершенно неважно, каким инструментом вы будете пользоваться, это может быть какая-то ваша внутренняя вики, это может быть просто общий файл в Google Doc, это может быть абсолютно что угодно. Главное, чтобы такое просто общее пространство для обмена знаниями существовало. Сейчас расскажу на нескольких примерах, каким образом это организовано у нас, и каким образом это устроено, и что там вообще полезно хранить. Вот в таком вот общем хранилище, на вашей вики, очень удобно хранить планы развития, для того, чтобы каждый член команды имел к ним доступ, и у дизайнеров, вы сами говорили об этом примере пару минут назад, о том, к чему же мы идем. Планы должны быть общедоступны, и каждый член команды должен иметь возможность туда, каким-то образом, во-первых, их просто посмотреть, и, во-вторых, повлиять на них, дописать какую-нибудь идею туда, например. Также очень полезно в таком хранилище создать описание логики работы приложения, потому что, например, в Яндекс.Картах, наверное, там несколько сотен экранов. Это одно из самых больших приложений Яндекса по количеству UI реализованного. И за всеми этими экранами скрыта некая логика, о которой спустя несколько месяцев после реализации уже не вспомнит никто. И поэтому очень удобно и полезно описывать процесс работы приложения на каких-то сценариях. Это реальный скриншот с нашей Вики. Вы можете посмотреть, здесь все функции приложения, они разбиты по каким-то разделам, то есть поиск, маршрутизация, карты, различные сервисы. И в каждом из этих разделов существует описание того, каким образом та или иная функция работает. Ну вот для примера. Казалось бы, простая вещь, которая называется масштабной линейкой. Знаете, когда вы карту меняете масштаб, можно посмотреть, сколько примерно, ну оценить масштаб, сколько там в данном отрезке метров и километров. Вот у нас есть целая статья, которая посвящена линейке в картах. И там тоже достаточно непросто, потому что она существует в разных режимах, где-то она показывается, где-то нет. Об этом правда невозможно вспомнить спустя несколько месяцев после реализации. Поэтому очень удобно это дело описывать и к этому время от времени возвращаться. Что еще удобно хранить в таком общем хранилище? Очень удобно хранить там описание проблем. Причем под проблемами я в данном случае подразумеваю не какой-то баг, когда приложение крэшится у 10 пользователей всей вашей аудитории, а действительно проблемы, которые затрагивают ключевые продуктовые свойства, которые мешают пользователю в конечном счете решать какую-то свою задачу. Очень удобно еще здесь хранить предложения пользователей, хотя бы для того, чтобы когда вы начинаете работать на следующей версии, вы могли этот список предложений посмотреть и для себя осознать, а ту ли вы решаете ли вообще проблему пользователей, которая сейчас есть у них на текущий момент. Потому что когда проект большой, этих предложений огромное количество, их нужно уметь каким-то образом взвешивать и какие-то ранжировать выше, какие-то ниже. Ну и, конечно, в таком хранилище очень удобно еще хранить ссылки на всякие сторонние инструменты, которыми вы пользуетесь внутри команды, ссылки на техническую документацию и все подобное. Следующий пункт — это хранение макетов. Вы создаете макеты, которые уходят в дальнейшем к разработчикам для того, чтобы они их реализовывали. Каким образом устроено хранение у нас? Сейчас вам расскажу. У нас есть общая папка в Яндекс.Диске, в которой у нас есть разделение по платформам всех макетов. А макетов, как я уже говорил, у нас огромное количество. И плюс разделение по версиям. Давайте прямо посмотрим на картинки. Вот так это выглядит. Сейчас немножко увеличим. Видите, вот есть папка со всеми макетами Яндекс.Карт. Дальше идет разделение по платформам Android телефона, Android планшеты, iPhone, планшеты, телефоны, часы и еще альтернативная платформа Windows. На следующем уровне идет разделение уже по версиям о том, какие макеты вошли в ту или иную новую версию приложения. И плюс еще вот там есть такая папка Actual. Это актуальные макеты. Просто папка со всеми макетами, которые с последними версиями. Для того, чтобы когда нужно было что-то примерить, сделать какой-то прототип, не возникало вопросов, где же его искать. Ну и в отдельных папках там лежат какие-то концепты, которые непонятно, по какой версии отнести и пойдут они в работу или нет. И отдельной папочкой лежат гайды, где собран UI-кит со всеми элементами интерфейса. Если спуститься еще на уровень ниже, здесь на самом деле тоже есть что сказать. Каким образом макеты называть? Потому что, опять же, помните о том, что через несколько месяцев, это вы сейчас помните, что ваш файл untitled.13 – это изменение в поиске, которое вы очень хотите увидеть в следующей версии. Через три месяца вы об этом не вспомните, я вас уверяю. Поэтому очень важно соблюдать какую-то договорицу и соблюдать некую мнемонику в названии макетов. Но вот мы это делаем следующим образом. Вначале название операционной системы и дальше тот раздел приложения, который мы меняем. То есть, например, если вот iOS PlaceCard, PlaceCard – это карточка места, понятно. И дальше идет название того элемента, о котором идет речь в макете. Ну, там, сниппет, например. Как бы вся команда разработки уже знает, что это такое и что увидит, когда этот файлик откроет. Итак, если немножко резюмировать. Создайте, пожалуйста, когда вы начнете работать с своими проектами, общую папку. Не важно, опять же, где. Index.disk, Dropbox, Microsoft, Cloud, где угодно. И если вам удобно, пользуйтесь таким же подходом, как делаем мы с разделением по платформам, версиям. И, наверное, особенно важно хранить отдельные актуальные макеты в отдельной папке. Потому что, правда, пока мы ее не создали, вопрос, где же взять последние макеты, задавали дизайнерам достаточно часто. Следующая часть — часть знания. Здесь мы поговорим о типичных проблемах, которые возникают при передаче макетов от дизайнеров к разработчикам. Что часто дизайнеры забывают делать и что в итоге разработчики делают, как им кажется, красиво. Очень часто забывают делать состояние выделения. Здесь важно понимать, что любой элемент, с которым пользователь может провзаимодействовать, у него есть несколько состояний. У него есть обычное состояние, у него есть состояние, когда он нажат, у него может быть состояние, когда он задизаиблен. При этом мы, наверное, все за последние 5-8 лет уже отвыкли от того, что есть еще одно состояние. Есть состояние, когда на экранный элемент наводится указатель мыши. Такое, например, вот сейчас возникает такая задача при разработке под платформу Windows, где, как вы знаете, есть новая платформа, называется Universal Windows Platform. И там одно и то же приложение работает одинаково и на телефонах, и на планшетах, и на десктопах. И, казалось бы, вот та кнопка, которую вы нарисовали, вроде все состояния. Но нет, нужно еще состояние, когда пользователь на десктопе подводит на нее указатель мыши. Такие состояния выделения нужно рисовать для всех кнопок, для ячеек таблицы, для placeholder в полях ввода, когда он задизейблен или пользователь, или уже курсор стоит в поле ввода, каким образом он должен себя вести. Об этом, пожалуйста, не забывайте. Следующий пункт — это пустые экраны. Очень часто такое можно увидеть. Дизайнеры почему-то всегда рисуют макеты, которые забиты под завязку данными. Причем эти данные очень красиво представлены. Там всегда есть фотографии, тексты там всегда влазят, они всегда в одну строчку. В общем, к сожалению, жизнь не так просто устроена. Об этом тоже нужно помнить. И о чем здесь поговорим? Нужно рисовать... Вот представьте, у вас есть некий экран, где у вас есть ячейки мест, у этих мест есть фотографии. Фотографии может не быть вообще. А может быть так, что у пользователя медленный интернет, и фотография у него будет грузиться долго. На это состояние тоже по-хорошему нужно нарисовать некую заглушку и эту ситуацию предусмотреть в вашем интерфейсе. То есть вот вы видите, что в первой ячейке у нас здесь фотография есть, а в последней ячейке на этом экране, пока фотография не догрузилась, у нас реализован специальный такой плейсхолдер. Вот он же крупнее. То же самое у нас сделано для блока панорамы. При этом у нас в приложении много состояний, у нас еще есть полноценный ночной режим, чтобы пользователям, когда он, например, едет за рулем по темной дороге, чтобы ему по глазам не бил яркий свет от экрана, у нас есть специальное состояние, где та же самая панорамка, видите, там домики, там горит свет по ночам. Есть еще очень хорошая техника, как по-простому добиться хороших состояний для загрузки картинок. Это подходит, когда у вас есть в продукте какие-то фотографии. Вот представьте, есть у нас изображение. Вот если это изображение сжать до размера где-нибудь 10 пикселей по ширине, то есть там получится такая каша из пикселей, и это изображение сохранить на сервере, то оно будет занимать буквально 1-2 килобайта. И это очень хорошо работает, когда во время загрузки сначала загружается в мобильное приложение вот эта вот маленькая версия картиночки, которая загрузится очень быстро. Дальше она на девайсе программными средствами растягивается, а потом, когда загрузилась большая картинка, она просто заменяется на догруженную. И получается, вот сначала пользователь видит примерно следующее, а потом у него та же самая картинка меняется уже на финальную. При этом никакого мигания, неприятного не происходит, потому что там те же самые цвета. Вот еще один пример состояния пустого экрана, когда у пользователя нет аватарки. В дневном режиме в Яндекс.Картах это выглядит так, а в ночном режиме мы немножко пошутили и нарисовали там Бэтмена. Также очень важно состояние пустых экранов рисовать для списков. То есть, грубо говоря, если у вас какое, если вы делаете приложение мессенджер, и пользователь только что прошел регистрацию, то есть стал активным вашим пользователем, но у него нет еще ни одной переписки, для этого состояния очень здорово нарисовать отдельное состояние экрана. Потому что, ну как вы можете представить, если вы его не нарисуете, тогда разработчики все честно запрограммируют. Но когда у пользователя не будет ни одной переписки, он будет видеть неприятный пустой экран. И в целом, вот такие вот пустые экраны, вот это вот пример из приложения Pinterest, когда в созданном списке пользователей нет ни одного добавленного пина. Такие экраны очень хорошо совмещать с контекстной помощью, для того, чтобы пользователю объяснять, что в этом приложении можно делать, и какую пользу для себя он может извлечь. Поэтому очень важно подходить разумно к созданию этих экранов и писать туда хорошие тексты. А еще лучше, если помимо текстов у вас там будет стоять некая кнопка или несколько кнопок, которые будут побуждать пользователя к действию. Это пример из приложения Airbnb. Airbnb, вот как раз-таки экран, когда у вас нет ни одной переписки с владельцем дома, который вы хотите снять. Здесь предлагается написать первое сообщение. Или же тоже пример из приложения, из того же самого Airbnb, когда в вашем виш-листе нет ни одного места, есть кнопка для перехода в поезд, для того, чтобы вы это место могли найти и туда сохранить. Вот, пожалуйста, помните об этом. Следующее. Локализация. Вот те макеты, которые вы рисуете для русского и для английского языка, они, конечно, выглядят очень красиво всегда. Но, как я уже говорил, мир не очень прост, и поэтому, когда вы пытаетесь перевести свое приложение, например, на финский, то все ваши макеты разъезжаются. Вот это такой достаточно древний пример. Я люблю хранить древние примеры из iOS 6. Потом Apple это поправил. Каким образом выглядела кнопка «Купить приложение» в русском языке? В английском языке там, понятно, был написан короткий глагол «buy», и все выглядело прекрасно. Здесь же все обрезается. Название разработчика заменено на многоточие. Даже рейтинг обрезается. Его очень сложно увидеть. Итого, что здесь нужно делать? Нужно помнить о том, что ваше приложение может существовать на многих языках, и желательно это пытаться, по крайней мере, закладывать в макеты. Это достаточно сложно делать, но, по крайней мере, когда вы уже начинаете локализовывать приложение на другой язык, когда эта проблема у вас возникла, вот тогда уже, пожалуйста, сядьте и подумайте, что с этим можно делать. А делать можно на самом деле следующее. Таких способов что-то сделать всего несколько. Ну, во-первых, конечно, это попытаться поработать над неймингом, поменять слова. Второй способ, он хорошо работает в ячейках таблиц, когда данных много. Это эти данные обрезать в конце, просто поставить многоточие. Ну, еще один способ, который используется во всех телефонных приложениях, когда по мере увеличения длины номера, его шрифт, которым он набран, он уменьшается. Это тоже нормально работает. Следующее, чего практически никогда нельзя встретить в макетах, это состояние обработки ошибок. Вот представьте, вы нарисовали потрясающие макеты, разработчики их хорошо сделали, но у пользователя пропал интернет. Каким образом, как правило, разработчик эту ситуацию обработает? Разработчик возьмет и покажет алерт. Вот примерно такой, который будет, в котором будет на пол экрана текста, в котором будет указан код ошибки, 505 в данном случае, в котором пользователь вообще ничего не будет говорить. И что делать пользователю, когда он такое увидел, тоже не очень понятно. Состояние ошибок тоже нужно обрабатывать и учитывать в своих макетах. При этом, если же вы, сейчас мы об этом немножко позже поговорим, но если вы решили делать, вывести пользователю какое-то сообщение, которое блокирует дальнейшее взаимодействие пользователя с интерфейсом вашего приложения, нужно подумать о следующем. О том, что вы хотите сказать пользователю и сказать это простым и понятным языком. А дальше, если вы уже прерываете пользователя от решения его задачи или просто вы не можете дальше ему помочь решить его задачу, то, пожалуйста, объясните пользователю, что произошло и что ему нужно сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить. При этом здесь работает примерно следующее правило, что если в ошибке условно виноват пользователь, то есть, например, пользователь ввел на какое-то некорректное значение или со стороны пользователя необходимо какое-то действие для того, чтобы эту вот нехорошую ситуацию ошибочную исправить, то в этом случае уместно показать алерт. Если же произошла ситуация, в которой пользователь в принципе невиновен, например, у вас упал сервер или пришли данные в некорректном формате, пользователь даже если очень захочет, он с этим ничего не сделает. В этом случае не очень хорошо показывать ему алерт, на который ему придется временно потратить для того, чтобы нажать и его скрыть. Вот пример того, как мы разруливаем одну из ситуаций в Яндекс.Картах, которая неприятная для нас. То есть карты, когда пользователь запретил определение местонахождения на своем устройстве. Что здесь можно посмотреть? Во-первых, мы достаточно ясно стараемся объяснить пользователю, что произошло, причем объясняем это в терминах самого пользователя, что карты не знают, где вы находитесь. И дальше объясняем, что ему нужно сделать. То есть мы говорим, разрешите определять местоположение, для этого перейдите в настройки и прямо показываем там кнопку настроек, для того, чтобы он мог в один клик туда перейти, дать доступ кеоппозиции и продолжить пользоваться картами, как задумано. У меня есть еще один пример из старой iOS, потому что в новой версии это уже давно исправлено. Пример совершенно глупый, на мой взгляд, того, как раньше Apple это делала. Вот представьте, вы набрали неверный адрес в адресной строке браузера, ошиблись на одну букву. Safari в данном случае зачем-то вам показывал пользователю alert, которому говорил, что эту страницу не удается открыть. Хотя и пользователю приходилось тратить дополнительное действие, то есть тянуться к этой кнопке окей, нажать ее, и дальше опять поставить фокус в поле ввода для того, чтобы эту букву одну ошибочную стереть и в итоге перейти на сайт. Буквально, наверное, в iOS 7 уже Apple убрали в данном месте alert и показывают простое информативное сообщение об ошибке, которое говорит о том, что произошло. То же самое, кстати, происходит в Chrome и в Android. Переходим к следующей части о работе с данными. Когда в команде возникает некое желание что-нибудь посчитать, как правило, хорошие команды начинают задавать себе следующие вопросы. То есть, во-первых, нужно понять для себя, а для чего вы хотите это посчитать? То есть для вас, как для дизайнеров, наверное, вы хотите понять, вот тот макет, который вы сделали, тот интерфейс, он вообще работает или нет? А может быть, есть вариант, который работает лучше? Или, например, что работает лучше? Синяя кнопка или зеленая? И сейчас мы об этом немножко поговорим, каким образом эти данные начать собирать и каким образом вы можете их использовать в своей работе дизайнера для принятия решения. В конце я расскажу еще о том, каким образом можно вовлекать других участников процесса, особенно разработчиков, в анализ данных. В такой среднестатистической команде процесс работы с данными устроен примерно следующим образом. Добавим Flurry, добавим Google Analytics, добавим Яндекс.Метрику, замените на любой сервис, который вы знаете, и готово. То есть разработчики интегрировали приложение, выложили в Store, и пользователи им пользуются, все, туда больше никто не смотрит. В идеале же любое решение продуктовое, которое вы делаете, и тот макет, который вы рисуете, вы должны отдавать себе отчет, зачем вы это делаете, и чего вы хотите добиться. В идеале любое абсолютное изменение в продукте должно подтверждаться данными аналитики. Что вообще нужно логировать? Нужно логировать пользовательские действия, нажатие на кнопки, переходы между разделами приложения, переходы в другие приложения, в браузер, то есть все, что делает пользователь. В идеале собирать, и дальше эти данные можно использовать в анализе сессии для того, чтобы лучше понимать, каким образом пользователи используют то, что вы сделали. Еще очень полезно логировать пользовательские данные. Например, пользовательские запросы в поиск. Если в вашем приложении есть поиск, поверьте, мало что другое даст вам такую же информацию хорошую о том, что же хочет ваш пользователь. Пользователи сами вас спрашивают о том, что они хотят увидеть в вашем продукте. И, конечно, нужно логировать некие ключевые метрики, о которых нужно в команде договориться. Опять же, вернусь к предыдущему примеру. Если вы делаете магазин, где продаются электронные книги, нужно очевидно логировать количество покупок, которые совершает пользователь. Из каких экранов эти покупки были совершены, если таких экранов несколько. Каким образом логировать? Я в своей практике видел много различных названий и событий. Ну, как бы, представляете, да, наверное, как примерно устроено логирование? В момент, когда пользователь нажимает на некую кнопку, в систему мобильной аналитики отправляется запрос, в котором содержится название события, которое потом позволит в интерфейсе этой системы аналитики понять, а что же произошло. Так вот, очень важно эти события каким-то разумным образом называть. Потому что точно так же, как и с описанием логики работы приложения, через три месяца уже никто не вспомнит, каким образом, за что отвечает то или иное событие, если оно названо каким-то непонятным образом. Как делаем мы? И как я советую делать вам? Я вам советую все события, ну, то есть в своей работе вы можете просто подойти к менеджеру и сказать, там, дружище, сделай, пожалуйста, вот так, для того, чтобы мне это было понятно. Потому что я захочу посмотреть, сколько пользователей нажимают на кнопку, на которую я вот сейчас нарисовал в макете. Каким образом события нужно называть? Мы называем все события в формате экран точкой действия. То есть давайте на примере. Ну, вот если у нас есть экран в мобильных картах организации, и там есть функция позвонить, то это событие будет названо place.call. И по нему будет однозначно без заглядывания в документацию понятно о том, что речь идет об экране организации. И речь идет о пользовательском действии, звонке в эту организацию. Давайте еще на паре примеров. Это экран поисковых подсказок из Яндекс.Карт. Это вот название реального события. Это называется suggest, choose result. Сразу понятно, что речь идет об экране поисковых подсказок. И сразу понятно, о каком действии идет речь, которую пользователь совершил на этом экране. Совершенно аналогично для экрана выбора варианта маршрута. Это кнопка начать, root start navigation. Вот по таким названиям вы без документации и без траты лишнего времени сможете очень быстро вспомнить, как называют, сможете вспомнить и посмотреть те данные, за которыми вы открыли интерфейс аналитики. О чем здесь еще важно сказать? От версии к версии приложение очевидно меняется. Нужно не забывать покрывать событиями то, что вы сделали в новой версии. Потому что если вы не привьете этот процесс внутри команды, то вы, например, вначале создали какой-то набор событий. Дальше вы потом окажется, что у вас половина приложения этими событиями не покрыты, и вы не можете ответить на вопрос, который у вас возник. Ну и, конечно, нужно не забывать отслеживать эти показатели, потому что вы эти события, наверное, не просто так внедряли. И об этом сейчас поговорим. Каким образом эти показатели отслеживать удобно и просто, и каким образом вовлечь в это всю команду. Сейчас существует огромное количество инструментов общедоступных для того, чтобы строить красивые, понятные такие панели управления, дэшборды. Есть сервис GetScoBoard, в котором, в принципе, можно вывести абсолютно любую аналитику, в очень красивом виде. Есть такой инструмент Fabric, который принадлежит Twitter. Так вот Fabric, по сути, готовый дэшборд, которым могут пользоваться дизайнеры и разработчики, вообще кто угодно, его можно получить буквально из коробки. Мы, когда у себя внедрили Fabric несколько лет назад, ко мне начали приходить дизайнеры и стали просить доступа, потому что там это сделано суперудобно и суперкрасиво. И в дальнейшем я много раз замечал, что они действительно сидят и смотрят, как бы дизайнеры в систему аналитики. Да, это правда бывает, это круто. Дэшборд выглядит вот таким образом. Я здесь циферки поменял на девятки. То есть здесь сразу видно, какое количество пользователей пользуются вашим приложением прямо сейчас, в реальном времени. Здесь есть некие такие ключевые показатели. Дневная аудитория, месячная аудитория, процент сессий, которые завершились без падения приложения. И в каждом из этих разделов есть не менее красивые графики и по другим показателям приложения. Еще, если, ну вот сейчас вы будете работать в командах на следующем этапе школы, что очень здорово работает и что с нами в Яндексе сделал один из наших руководителей. Это один секретный график, который я не буду рассказывать, за что он обозначает. Там вот есть три мобильных геоприложения. Это карта, навигатор и транспорт. И у нас есть некий такой общий показатель, по которому мы можем сравниваться. Его идея была простая, нашего руководителя. Взять и вывести все эти показатели по каждому из приложений на один дэшборд. После этого у нас началось социалистическое соревнование. Кто же быстрее победит? Если у вас когда-нибудь будет такая возможность между собой сравнить несколько разных продуктов, это здорово работает, это правда классно. Что еще можно делать? Очень полезно настроить для своего проекта рассылку ключевых показателей. Об этом можно попросить, например, будет вашего менеджера сделать. Или сделать это самостоятельно. Чтобы каждый член команды каждый день получал в мессенджер или в почту некий отчет о том, каким образом чувствует себя продукт. Вот у фабрика есть такой инструмент, опять же, встроенный. Он каждый день присылает показатели ключевые. То есть аудитория, что произошло. И что изменилось за прошедший промежуток времени. Еще очень здорово настроить рассылки отзывов из магазинов приложений. Вот здесь сейчас на лекции присутствует наш дизайнер Илья. Илья в нашем слайке каждый день читает отзывы из Google Play и из App Store. И правда здорово, чтобы это все члены команды делали, особенно разработчики. Вот. Ну и очень здорово проводить эксперименты. При этом вы, конечно, можете спорить между собой в командах о том, какая кнопка победит, зеленая или красная. И сделать эксперименты для того, чтобы находить лучшее решение. Вот. Про аналитику все. В заключение я хочу поделиться некими материалами, которые полезны вам в первую очередь как дизайнерам. Первая — это лекции с WWDC, Эпловской. Их огромное количество. Смотреть их все вы никогда не найдете времени. Смотреть оттуда нужно кейноуты, нужно смотреть сессии, которые называются Platforms State of the Union, потому что оттуда можно, в принципе, буквально за полтора часа почерпнуть все основные знания обо всех основных нововведениях, которые произошли. При этом вы будете с разработчиками общаться на одном языке. Аналогично с Google I.O. Третье — это Human Interface Guidelines. Это бесценный накладец информации, что для Windows, что для iOS, что для Android, везде. Четвертое — это очень классный сайт про сценарий онбординга. Онбординг — это то, каким образом вы встречаете своего пользователя, как вы ему представляете свой продукт. Сайт называется User Onboard, и его создатель достаточно часто, с периодичностью раз в 2-3 недели, берет какое-то популярное приложение и прямо по полочкам его разбирает, каким образом устроен в нем сценарий онбординга. Правда, очень классно прочищает голову. И у него еще есть учебный курс с книжкой, который стоит совсем недорого. Очень рекомендую. Следующий сайт, наверное, один из моих любимых, называется Captuate. Это сборник анимаций и визуальных взаимодействий в разных проектах. У них есть еще при этом потрясающее приложение, в котором все очень хорошо сгруппировано и категоризировано. Поэтому, когда у вас есть идея или желание разнообразить свой продукт анимациями, а про анимацию у вас была уже лекция, насколько я знаю, это очень полезный ресурс, который часто помогает. Ну, LittleBigDetails, я думаю, вы должны уже знать. Классный сайт про микровзаимодействие и про микрофишечки в разных продуктах. И последнее о том, что я вам тоже рекомендую, это проект моего хорошего друга, с которым мы вместе работали в Univoid. И после этого он стал работать в Philips, несколько лет он проработал. Вот буквально пару дней назад он вышел на новую работу в Сан-Франциско. Проект называется Team Canvas. Мы разошлем вам PDF, там стоит правильная ссылка. Это проект Леши, который позволяет улучшить взаимодействие в процессе работы в команде. Там есть определенный список вещей, которые нужно проделать вместе с дизайнерами, с менеджерами и с разработчиками, который поможет вам лучше взаимодействовать и в конечном счете делать какие-то лучшие вещи. Итого, напоследок резюмирую, о чем мы сегодня поговорили. Резюме для вас, как для дизайнеров. Пожалуйста, общайтесь со своими разработчиками. Это правда полезно и это будет помогать вам делать что-то лучше. Учитесь. Всегда помните, что вы делаете одно общее дело и помните о тех общих целях, которых вы вместе добиваетесь. Создавайте общее хранилище знания о проекте. Это правда полезно и удобно. И находите лучшие решения с помощью данных. Делайте лучше интерфейсы. Спасибо. 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 Спасибо.